продолжаю да чуть-чуть голову приподними чтобы тебя я поняла бумажку никакой не видно я просто не половина твоей головы было так вот так да впервые в истории России руководство России и президент уборожает применить ядерное оружие И, к сожалению, мы думаем, что эти угрозы могут быть реализованы. И прошу французских участников движения «За мир» и вообще европейские миротворческие организации использовать весь ваш многолетний авторитет для того, чтобы политики Франции и политики Европы почувствовали, насколько опасны и бесчеловечны действия российской власти и армии. И, к тому же, я обращаюсь к моему мнению «За мир» и участников этого конгресса, чтобы они пытаются влияние политики Франции и мира, чтобы они могли понять, в какой момент это опасно для всего мира, все, что происходит, вся эта ситуация. Мы просим всех понять и принять как необходимость принуждение России к миру и освобождение аннексированных территорий Украины, Донбасс и Крым. И, к сожалению, нам кажется, что переговоры... Между Россией и Украиной возможны только тогда, когда это будет выполнено России. И, по моим разговорам с украинскими моими родственниками и с моими коллегами, эта позиция украины была подтверждена высказываниями президента Украины. И, по моему мнению, это будет выполнено. И, по моему мнению, это будет выполнено. И только тогда можно будет спасти жизни десятков тысяч людей, солдат украинских, российских, мирных жителей, среди которых много людей пожилых, много людей больных, которые остались дома на Украине и которые нуждаются в помощи медицинской и социальной. И, по моему мнению, это было бы неизвестно. Это была идея, который был бы опрослен в Украине. Президент украинский президента Украины. И, по моему мнению, это необходимо для того, чтобы получить помощь к защитным именам, для тех, кто остался в Украине, которые остались в Украине, которые не могут помочь, В этом году есть много молодых, и много детей, конечно, и так мы можем дать ледуное помощь к всему миру. Сейчас есть модная позиция на политиков европейских обвинять весь народ России преступления государства. Но сейчас есть определенная ценность на моде по-настоящему политики мира обвинять весь народ России из-за гражданской гражданицы из-за гражданской гражданицы. Она не кажется мне правильной и не кажется мне справедливой. Я думаю, что это не просто и не правильная, эта тенденция. Все-таки продолжаем работать мы правозащитные организации. Благотворительные организации которые помогают и перемещают украинским гражданам на территории России. И есть журналисты, хотя они уже за границей, российские журналисты, но которые все-таки стараются показать правду, то, что происходит на самом деле. И есть много журналистов, русских журналистов, которые обычно работают сейчас на окружном, и которые пытаются, которые пытаются показать на самом деле, что происходит в Украине. Спасибо, участникам конгресса. Надеемся на вашу поддержку. Спасибо, участникам конгресса. Спасибо, участникам конгресса. Спасибо, участникам конгресса. Спасибо большое, Valentina. Если вы не будете возражать, то однажды мы организуем конференцию, имея большее количество времени, лучшие технические средства для небольшого, не очень большого количества наших борцов за мир, для того, чтобы они могли задать вам некоторые вопросы и побеседовать с вами. Вот таким образом. Да, конечно. И сейчас мы передаем слово Едвиге. Сон микро. Здравствуйте. Все присутствующие и будущие члены Конгресса. Обращаюсь к вам, я, Едвига Лозинская, являюсь мама и солдата пропавшего безвести в августе 2014 года. В выходе с лавайского котла. Итак, то кто, 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 то к вам, я, Едвига Лозинска, и я, отвергая, я. И я, я дали обойтись в августе 2014. Она и от какой организации? Скажите, от вашей организации. Наша организация «Объединение родных без вести пропавших» «Надея» была создана в сентябре 2018 года. До того времени мы работали в различных организациях и поняли, что все-таки надо объединяться в организацию свою личную для того, чтобы решать все-таки свои вопросы. Потому что у нас, к сожалению, такая тема заполитеризированная. И как одна из мам сказала, что без вести пропавшие – это политический неликвид. С этой темой очень сложно работать. Она очень чувствительна, с ней решать вопросы сложнее, чем просто поменять. То есть, если парень, ну, солдат пленный, то его просто договориться обменять. И обмены эти были с 2014 по 2018 год, потом они закончились. К сожалению, прервались. И только когда в феврале 2022 года началась широкофонмазная война по всей Украине… Логично я переведу. Да, да, извините. Понял. Значит, наша организация, значит, с 2014 года… Voilà, depuis 2014, nous avons travaillé dans de différentes организации. Alors, et donc, on travaillait un peu dans d'autres organisations. Mais à partir de septembre 2018, nous avons décidé qu'il fallait créer notre organisation à nous pour s'occuper, justement, des soldats disparus, de la recherche des soldats disparus. Et en général, la recherche des soldats disparus, c'est un sujet qui est très sensible et sujet assez compliqué. Parce que, disons que, voilà, quand il s'agit des prisonniers, donc, on peut organiser l'échange des prisonniers et tout ça. Tandis que, lorsqu'il s'agit des disparus, donc, c'est difficile de dire quoi que ce soit à propos de ces soldats. Zadavali вопрос про цели. Nаша организация создана для того, чтобы решить проблемы защиты прав солдат, пропавших в без вести, и членов их семьи. А также сотрудничать с организациями без вести пропавших гражданских. В войне, да, именно гражданских лиц, которые пропали в войне. А, понятно. Alors, donc, le but de notre organisation, c'est la protection des droits des soldats disparus et de leur famille. Et aussi, il s'agit des civils, et protection des civils qui ont disparu dans le courant de cette guerre aussi. Et это подтверждает то, что сейчас Россия меняет гражданских, привранивает к военным и меняет их как солдат. То есть, всех меняет, всех на всех. Ну, то есть, их гражданских. Мы работали В этом направлении с 2014 года, то есть работали для того, чтобы был принят закон о пропавшем без вести, именно законодательно, на системном уровне решать эту проблему. Сотрудничали с различными организациями и в том числе познакомились тогда с комитетом солдатских матерей, с международными организациями правозащитными, в том числе с ОБСЕ, ООН, с Международным Красным Крестом, и нам удалось даже провести несколько видеоконференций в Донецком в присутствии ОБСЕ, и в присутствии, то есть где присутствовали мы в Днепре были наши организации, а в Донецке присутствовали родственники, солдаты пропавших без вести в ДНР. В этом году мы работаем с другими организациями, мы работаем с различными организациями, которые занимаются защитными организациями, и наши трудности состоят в том, что... — Не создан, к сожалению, у нас общий реестр. Прежде чем искать, надо знать, кого искать. И потом очень слабая поддержка была у нас международная именно к принуждению Российской Федерации отдавать плены. Я считаю, что это очень нам серьезно мешало. Сегодня на уровне государства это больше определяет внимание этому вопросу. И этот вопрос рассматривается на различных уровнях, на международном уровне. И вот даже сегодня, когда президент обращался на Конгрессе, то он обращался о том, что вопрос о пленных и без вести пропавших нужно сейчас решать. Раньше это не так ярко звучало, и поэтому нам не сильно удавалось работать в этом направлении. Сейчас это, когда в Украине ширкомасштабная война, сейчас появилось очень много без вести пропавших, пленных, погибших. И мы надеемся, что этот вопрос будет нам помогать весь мир решать. то есть все эти люди. Так что мы не работаем, мы не работаем абсолютно все эти люди. И поэтому, это очень тяжело, и это очень тяжело. Это очень тяжело. И также, есть еще одна неделя поддержка internationale в этом области, потому что мы всегда хотели Мы всегда получили определенные логи на вопрос, но мы никогда не успеем ее сделать. И так, у нас была очень низкая помощь, но сейчас, после того, как была война с Россией, то, как мы знаем, что в связи с этой войной, в феврале перемещено за границу около 10 миллионов человек. Среди них есть члены семей пропавших, погибших и пленных солдат. И мы бы хотели, чтобы ваша страна, ваши правозащитники обратились к вашему президенту, к вашей Франции, обратились с просьбой, чтобы он со своей стороны делал такие заявления об этой проблеме, и чтобы ее можно было решить, потому что Россия, к сожалению, не очень идет на встречу, то есть не соблюдает дженевские конвенции по отношению к военнопленным. Ну, крайне мере, очень много нарушений есть. Ну, вот, мы знаем, что, вот, мы знаем, что, катое 10 миллионов человек, украинцы, которые находятся на окно, и, так же, по-моему, это, у нас есть семьи, родители, 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 которые были сделаны для окончания. В отношении российских пленных, у нас государство пытается придерживаться Женецких конвенций, их держат в отдельных помещениях, их кормят нормально, относятся к ним с уважением, потому что они уже без оружия. Мы просим, чтобы так же само относились к пленным украинским на территории России и, как они говорят, союзных республик. И так, что мы хотели бы спросить, что Россия обеспечит с Конвенцией конвенции на территории России. У нас создана совместная программа, с комитетом солдатских матерей, с властью, с представителем государства Украины, Алена Вербицкая, программа помощи пленным вещами, теплыми вещами, едой и другими необходимыми средствами, с комитетами и так далее. И пленных из украинской стороны, из российской стороны. Сейчас, мы созданы, мы созданы в комитет с комитетом солдат, с комитетом солдатом, с поддержкой украинской стороны, с украинским и украинским. Мы также помогли, с комитетом холодным вещам, с которыми мы помогли, с необходимыми вещами для того, чтобы украинские жизни, У нас наша организация не одна. У нас есть несколько организаций созданные, которые сотрудничают с нами. Они как организации-спутники. И одна из наших организаций находится в оккупированной территории сейчас. И представителем вот этой организации выступает Виктория Солодухина. Я хочу ей предоставить слово и сказать спасибо большое всем участникам форума. Спасибо. Виктория Солодухина, которая работает на территории оккупированной территории, которая работает на территории оккупированной территории. И вот, я хочу ей предоставить слово. Спасибо большое. Мы очень благодарны, вы и участникам форума, для вашего внимания, и вашего желания помогать. Спасибо, Адвика. И так, это Виктория. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Виктория Солодухина. Сейчас, в данный момент, я временно исполняющая обязанности главы организации Надия Схид, Надежда Восток, поскольку глава нашей организации, она в данный момент находится на оккупированной территории и, к сожалению, не может принимать активного участия в работе нашей организации. Добрый день. Поскольку наша организация, она была основана на Донбассе, и ее членами являются жители Донбасса, то очень многие среди них являются пропавшие без вести, являются гражданскими лицами. Добрый день. Добрый день. Преаб invaded в 2014-2015, 2016-2018, то есть до начала полного штабной агрессии до 24 февраля этого года. Alors, ce sont des gens qui ont disparu en 2014-2016-2018, до начала армии 24 февраля этого года. Цель нашей организации, точно так же как и Надежда, была объединить семьи пропавших без вести всей Украины. Мы убеждены что только совместными усилиями можно установить судьбы наших близких, о которых нам уже много лет ничего не известно. С начала военных действий, самой главной трудностью, с которой столкнулась наша организация, стало то огромное количество пропавших без вести, которые, к сожалению, имеют место быть в Украине. И так, мы начали наши активы, потому что много людей были портаны, в Украине. А за каждым пропавшим без вести стоит его семья. И, derrière, chaque personne disparу, il y a sa famille, bien sûr.